Добрый день! Здравствуйте! Ульяна Сергеевна, тема сегодняшнего занятия «Рискориентированный подход». Жизнедеятельность человека направлена на создание техники и технологий, научно-технический прогресс приводит к трансформации биосферы и, как правило, к возникновению дополнительных угроз. И на сегодняшний день могут возникать аварии на производственных объектах, которые характерны ущербами материальными, а также могут привести к гибели и травматизму людей. А также производственные аварии могут трансформироваться в техногенные чрезвычайные ситуации. Разберем данные термины более подробно. Производственные аварии и катастрофы – это внезапная остановка или нарушение процесса производства, приводящая к возникновению пожаров, взрывов, загрязнению атмосферы, уничтожению материальных ценностей и сопровождаемые поражением или гибелью людей. Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте определенной территории или акватории нарушается нормальные условия жизни и деятельности людей. Возникает угроза их жизни и здоровью, вносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Данная трансформация биосферы напрямую связана с такими понятиями, как техносферная безопасность, техносфера и обеспечение техносферной безопасности. Тоже такое техносфера. Техносфера – это как раз-таки часть биосферы, которая преобразована людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств или синтез природы и техники, созданной человеческой деятельностью. Для обеспечения функционирования техносферы необходимо ввести термин «техносферная безопасность». Это как раз-таки свойство объекта, выраженное в его способности противостоять техносферным опасностям, как раз-таки негативным факторам, таким как аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации. И обеспечение техносферной безопасности – это создание таких благоприятных для человека условий существования в преобразуемой человеком биосфере. на сегодняшний день, чтобы не возникало, на сегодняшний день вводится такое понятие, как риск. Что же такое риск? Риск в его первоначальном определении – это вероятность возникновения опасного события на ущерб. А также риск может быть и связан с гибелью человек, либо их травмированием. На различных уровнях вводятся различные термины. Как правило, сегодня существует различное множество федеральных законов, которые утвердили термины в той или иной отрасли. Например, федеральный закон об охране окружающей среды вводит термин «экологический риск», который связан с вероятностью наступления события, имеющие неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Федеральный закон о техническом регламенте просто вводит понятие «риск». Это тоже вероятность причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц. Также вводятся в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности различные термины, такие как «допустимый пожарный риск», «индивидуальный пожарный риск», «просто пожарный риск» и «социальный пожарный риск». Все они связаны с вероятностью возникновения пожаров и имеют, только зависит от, допустим, индивидуальный риск зависит от гибели при пожаре человека, пожарный риск – это сама вероятность возникновения пожара, социальный – это пересчет на социум либо популяцию. И, допустим, это тот уровень, который может функционировать на территории, которую нельзя превышать на том или ином объекте. И, допустим, технический регламент о безопасности зданий и сооружений вводит термом «механическая безопасность». Она связана с недопустимым риском на строительных объектах. Следующие термины уже являются расчетными. Это та методика оценки рисков, которая позволяет получить количественные значения риска. И, как раз таки, она связана с рисками чрезвычайных ситуаций, с риском индивидуальным, социальным, экономическим, коллективным и материальным. Данная методика часто используется на технических объектах при расчете рисков, которые на сегодняшний день необходимы для надзорной деятельности. Следующая у нас по теме – это классификация рисков. Существуют разные классификации в зависимости от концепции, устойчивого развития приемлемого риска или оправданного риска по степени значимости для человека и окружающей среды. И они подразделяются на социальные, индивидуальные и коллективные. По виду деятельности человека они бывают экологические, профессиональные и антропогенные. И по характеру деятельностей, такие как политические, медико-биологические, экономические и производственные. Допустим, по степени значимости для человека социальные – это, как правило, рассчитывается риск для суциума на определенной территории. Индивидуальные – это в пересчете на конкретного одного человека. Допустим, какова вероятность погибнуть при ДТП. И коллективный риск, как правило, он рассчитывается на производственном объекте и он рассчитывается для рабочей смены. Какова вероятность, что при, допустим, пожаре рабочая смена не сможет, допустим, эвакуироваться из здания. Перейдем более подробно к концепции риска и начнем с концепции устойчивого развития. Данная концепция в себя объединяет несколько факторов. Первое – это должно входить экономическое развитие, то есть развитие техники и технологий. Однако оно должно быть с минимальными рисками, то есть должно отсутствовать человеческие жертвы, отсутствовать экологические нарушения и загрязнения, например, и должно быть связано с честным миром и изобильным миром. Более подробно, допустим, ответственность за окружающую среду у нас должно быть минимизация отходов, сохранение чистого воздуха и водоемов и экологическое правосудие. И, в принципе, также должен быть грамотный экологический надзор. Экономическое развитие связано с развитием научным, техническим и экономическим. Изобильный мир связан с эффективным использованием ресурсов, производства согласно принципам устойчивого развития и управления жизненным циклом продукта. То есть, допустим, должна быть грамотно сформулирована переработка отходов, переработка сырья, чтобы это все эффективно функционировало. Честный мир, он, как правило, это занятость населения, повышение квалификации и бизнес-этика. И последнее, это социальный прогресс, то есть это соблюдение правосвобод человека и инвестиции в некоммерческие организации. И пригодный для жизни мир, он связан со здравоохранением, контролем над изменением климата и сохранением биоразнообразия. Все это в совокупности приводит к устойчивому развитию территории. В принципе, на сегодняшний день все стремятся, все государства, все регионы и даже города стремятся как раз таки выйти на устойчивое развитие, чтобы иметь рост экономический и, в принципе, даже популяционный. Следующая концепция – концепция приемлемого риска. Она связана с концепцией также ненулевого риска. Что это значит? Концепция ненулевого риска или приемлемого – это значит, что минимизировать или совсем отменить риски практически невозможно. Но нужно определить такие уровни, при которых будет эффективное функционирование и безопасное функционирование. То есть мы определяем уровни, при которых мы не принимаем никаких мер, а происходит давнейшее техническое развитие, разрастание промышленных объектов. Например, если на территории определенное количество промышленных объектов и аварии у них происходят достаточно редко, допустим, индивидуальный риск гибели человека при авариях на производственном объекте будет равным 1 человек на миллион, то такой риск будет считаться приемлемым и никакие дополнительные мероприятия по минимализации не нужны. если, допустим, будет риск высокий, один человек на тысячу населения или даже на десять тысяч – это уже является очень высоким риском, и дальнейшее развитие предприятия невозможно без защитных и минимизирующих мероприятий. Следующая концепция – концепция оправданного риска. Это система взглядов на общество, на общество оправданные риски. При этом непосредственно рискующие члены общества, приемлемая безопасность которых на данном этапе развития науки и техники не может быть обеспечены на приемлемом уровне, получают какую-то компенсацию социально-экономическую от общества. Но, как правило, данный термин связан с военными действиями, когда все средства хороши и, допустим, гибель большого количества народа будет оправдана тем, что они защищают свою родину. Следующим мы перейдем к концепции анализа риска. Анализ риска – это исследование, направленное на выявление и количественное определение различных видов риска при осуществлении разного рода деятельностей, например, какой-либо хозяйственного проекта. Анализ риска обычно начинается с выявления опасности на рассматриваемой территории, как причины риска и механизма возможного воздействия его негативных факторов на различные группы населения в случае реализации опасности. И различают несколько концепций анализа риска. Первое – это техническая концепция, основанная на анализе относительных частот возникновения ЧС и как способ задания их вероятности. Это определение как раз таки частоты возникновения, например, таки это определяется с помощью, если произошло 5 крупных ДТП за год, то как раз таки частота будет определяться как 5, деленное на 365 дней. И они, это и вероятность возникновения события, и как раз таки частота. При использовании данной концепции необходимы статистические данные, и они устраняются по масштабу, по группам населения и по времени. Следующая концепция – это экономическая концепция, в рамках которой анализ риска рассматривается как часть более общего затратно-прибыльного исследования. В последнем риске есть ожидаемые потери полезности, возникающие вследствие некоторых событий или действий. Конечная цель состоит в распределении ресурсов таким образом, чтобы максимизировать их полезность для общества. Экономическая концепция, она связана, в принципе, с приемлемым риском, когда риски должны иметь какой-то допустимый уровень, и главная цель – это максимизировать прибыль. Следующая – это психологическая концепция. Концентрируется вокруг исследований межиндивидуальных предпочтений относительно вероятности цели объяснить, почему индивидуумы не вырабатывают свое мнение о риске на основе средних значений, почему люди реагируют согласно их восприятию риска, а не объективной или научной оценке риска. И последнее – это социальная культурологическая концепция, основанная на социальной интеграции нежелательных последствий, групповых ценностей и интересов. И следующее, к чему мы перейдем – это непосредственно к оценке риска. На данном слайде представлено, как рассчитать индивидуальный риск и социальный. Индивидуальный риск – это как раз таки возможная опасность наступления обстоятельств, причиняющего социальный или материальный ущерб. Р – это есть сам риск, который рассчитывается как число неблагоприятных проявлений опасности за определенный промежуток времени, деленное на возможное число проявлений опасности за этот же период. Например, для индивидуального риска это рассчитывается как число гибели людей при чрезвычайных ситуации на заданной территории, допустим, за год, деленное на проживающих на данной территории. Социальный риск – он обычно пересчитывается на 10 тысяч проживающих, и он является также популяционным риском. Он рассчитывается как число умерших в единицу времени в исследуемой группе в начале периода наблюдения, например, для разведения чрезвычайной ситуации, смертность той же группы людей в конце периода наблюдения, например, на стадии затухания чрезвычайной ситуации, и деленное на общую численность исследуемой группы. Данные подходы могут использоваться для оценки риска. Они также используются в государственных докладах МЧС, как раз таки оценкой индивидуального риска, по которой идет сравнение различных территорий и определение, на какой территории, допустим, риск выше, на какой ниже, где нужны какие-то определенные мероприятия по снижению данного риска. Перейдем к риско-ориентированному подходу надзорной деятельности. На сегодняшний день существует проблема, когда инспектора не успевают проверять какие-либо предприятия в связи с большой загруженностью. Поэтому сегодня большинство надзорных органов переходят на риск-ориентированный подход, когда степень опасности предприятия влияет на количество проверок. Основные определения в данном системе это система управления рисками и риск-ориентированный подход. Система управления – это совокупность мероприятий, направленные на снижение риска до приемлемого уровня, путем оценки уровня риска хозяйствующих объектов с последующим применением обязательных требований и процедур осуществления государственного контроля дифференцированных, исходя из уровня риска каждого подконтрольного лица. А риск-ориентированный подход – он представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля, при котором выбор интенсивности, формы, продолжительность, периодичность и проведение мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется относительно деятельности организации. При осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу опасности. И обоснование к переходу риск-ориентированного подхода. Первое – это существующая модель контрольно-надзорной деятельности обязывает осуществлять заданную периодичностью сплошную проверку юридических или физических и индивидуальных предпринимателей, что зачастую приводит к неэффективному расходованию ресурсов. Второе – это сокращение проверок. Приниматели, длительное время работающих без грубых нарушений, заинтересованы как контролирующие органы, так и сам бизнес. Текущая система контрольно-надзорной деятельности по разным оценкам стоит российской экономике от 1,5 до 7,5% сувалового внутреннего продукта, что достаточно огромные деньги. И по статистике контрольные органы ежегодно охватывают проверками в среднем всего 3% подконтрольных субъектов. Лучшие ведомства – около 17%, а значит, в среднем один подконтрольный субъект попадает под проверку раз в 30 лет, а для наиболее активных ведомств раз в 5-6, что не соответствует требованиям федеральных законов. Поэтому необходимы новые мероприятия, позволяющие надзорным органам более эффективно проводить проверки. Реализуется рискориентированный подход практически во всех надзорных органах – в области промышленной безопасности, в области экологической безопасности, региональный экологический надзор, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в области соблюдения трудового законодательства, санитарно-эпидемиологический надзор и транспортный. И все эти надзоры уже с 2018 года в своих документах в федеральных законах, в принципе, прописали реализацию рискориентированного подхода. И перейдем непосредственно к рискориентированному подходу в экологическом надзоре. Критерии категоризации объектов по степени негативного воздействия на окружающую среду были утверждены правительством еще в 2015 году. И через 10 месяцев они вступили в силу. Статистическая система оценки уровня риска формируется в сфере оценки окружающей среды и не позволяет оценить уровень соблюдения обязательных требований, существующих в конкретный момент времени. Однако именно от соблюдения природоохранных требований – это соблюдение нормативных допустимых выбросов, образования отходов, а также соответствующих лимитов. Ощущение производственного и экологического контроля и ведение соответствующей документации напрямую зависит, первое – это от объема текущего фонового закрепления на окружающую среду в рамках обычного функционирования объекта хозяйственной деятельности. И второе – это вероятность возникновения и аварийной ситуации с учетом ее тяжести. И рискоориентированный подход в экологическом обзоре имеет четыре класса, четыре категории, на которые теперь делятся объекты. Первая категория объекта – это объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших допустимых технологий. И первая категория объектов проходит проверку ежегодно, потому что они наносят значительный вред окружающей среде и их необходимо проверять достаточно часто. Вторая категория объектов – это объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду. И такие объекты подпадают под НАЦО раз в два года. Третья категория – это объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду. У них проверки могут проходить с периодичностью раз в три-четыре года. И последние объекты четвертой категории – объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, могут под проверки не попадать. Однако для получения той или иной категории необходимо для любой организации собрать определенный пакет документов, которые подойдут в орган надзорный, и там им присваивается тот или иной класс опасности. на этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok